Всем привет, с вами Макс Гюнтер и мы продолжаем играть в М.У. Комплекс. В предыдущей серии мы завершили первый эпизод, однако я хочу туда еще раз вернуться, чтобы получить ачивку за взлом всех шести компьютеров. Так что давайте загрузимся. И собственно взломаем. Так, универгнист. Так, PVData. Окей, название города. Это видео у нас тут переводится координаты. Давайте попробуем может быть их вбить и посмотреть собственно. Так. 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 Окей. Так. А вот какой-то сайт уже выдает какую-то информацию. Ну-ка давайте посмотрим. Город США. Ну, логично, что они загадали город США. Какой-то правильно. Мэпплтон. Так, ну-ка тихо где. А вот он. Тут даже карта приводится. Да, Мэпплтон. Давайте попробуем ввести. Power. Power. Он. Так. Как М, потом Эппл и Тон. Отлично. Все, дали ачивку. Называется Перфекционист. Так, давайте тогда выйдем отсюда. И... Эээ... Начнем тогда уже эпизод второй. Так, ну я же закончил. Access code. Эй. Не понял. Питер был религиозный человек, но он был брилиант. Блин. Он работал на новом пассажирном транспорте. У меня, в принципе, остались все эти бумажки, которые я так писал, помните. Есть несколько компьютеров, которые могут позволить мощи этому уровню. Вы должны активировать примерно 5 из них, чтобы перейти. Пассажирный хинт для каждого компьютера этого уровня. Так. Ну ладно. Пускай будет CCH. Оливер Нист. Power on. Так. 20 есть. Mark Johan. Я помню, там мертвая, по-моему, говядина. Так. CCH. Mark. Johan. Так. Потом какой-то, я помню, Science. Еще какой-то Нонсенс, по-моему. Luke Mike. Нет? Ладно. Давайте. CCH. Luke. Mike. Эй. О, я Майл написал. Так. Давай сейчас посмотрим. Cat. Пи. Дейта. Эм. Сейчас. Нонсенс. Нонсенс. Да. Тут Нонсенс. Или Сайнс. Нонсенс. Нет. Тут Нонсенс. Нонсенс. Так. Что еще? Стив Дор. Пауэр. 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 Чистоть. CCH. Эрик. Пауэр. Цism. ПауэR. Эрик. Пауэр. Паа. Пауэр. quietly убежал Так там было слово Путь Power on Надеюсь, сейчас все будет нормально, потому что вчера... Привет, я Лия. Я думал, что ты был Брус Стейтон, но все остались за годы. Я хочу закончить работы моего отца. Петр Петер О'Брайан создал как первый шаг в это. Пожалуйста, освободи меня. Так, вот, Фрим, F-R-E-E-M-E. Блин, ручка где ты, черт возьми? Отлично, все, переходим ко второму эпизоду. Отлично. Ну, начинаем второй эпизод. Добро пожаловать. Вы собираетесь войти в конфиденциальную зону. Прямо-напер, вы должны идентифицировать себя, прежде чем продолжить. Когда вы будете готовы к идентификации, используйте переход на компьютер Wilterk. Окей, давайте посмотрим сначала какие тут команды. лист файлы, ну, кэт понятно, help, угу. Сяш, суда, hint. Окей, давайте сначала лист файл, терминал usage. Так. aignecur terminal usage. Use up and down to navigate thru comment History. Use left, right, home and to navigate through the current line. You can also use tap to out to complete commands for filenames. Try it out Up, down Up, down Page up Command history А, ну это в принципе непонятно Ладно, так, password Cat Password Так, окей, суда Значит, надо суда Ввести Peter Brain Окей Так, давайте проверим Почту По Отправлена 24 декабря 1962 года Питер и Брейн С почты Питер и Брейн А команда Сектор 5 Так, минуту Так, минуту Просто некоторые слова тут неизнакомые Просто некоторые слова тут неизнакомые Я напоминаю вам, что вся работа и исследования сделаны на этом уровне Посвящены Посвящены Или переданы Эээээээээээ Ээээээээм телепортирующих дверей на четвертом этаже на развитие в общем разработку дверей телепорта видим как то так так помните что ваше присутствие здесь заказать нашей конфиденциальности и поэтому обеспечивается доступ более высоким дате ну как бы понятно что даты имеется ввиду тут как видимо файлы данные в общем я прошу каждого из вас оставаться быть сконцентрированным на этом проекте и оставить ваши персональные проекты так минуточку запрещено представлять разработки ну в общем файлы разработки на объекте или конечно изымать файлы разработки по дверям телепорта с этого уровня мы работаем чтобы изменить будущее помните это я ваш какой-то аш ваш аш так хинт что там по хинтам это дело до этого если кто-то мог мне помочь ты сможешь с этим справиться так давайте посмотрим другую почту кэт о риддл хотя скорее всего надо было с суда сделать нет отправлено 11 июня 62 года джек мой человек какие новости давненько много лет прошло с тех пор когда я видел тебя могло ли это прошло с тех пор как я не видел тебя в в общем допоздна в области или на территории я полагаю что у тебя много работы как многих из нас как как у всех как у всех нас иногда у нас получается выпить чашечку кофе а нет он говорит что мы должны в общем вот встретиться выпить по чашечке кофе у меня есть много чего тебе рассказать я говорил тебе что мой брат работает над успешным фильмом я должен тебе об этом сказать я так горд скоро увидимся так окей давайте посмотрим последнюю почту ой там грис он отправлено 11 мая 64 года привет джек некоторое время сейчас минуту у нас была лая как гарантия защиты в му комплекс она очень боится дефектов и решает их достаточно хорошо принося много принося много принося много идей так что я не беспокоюсь она также сказала мне добавить несколько протоколов аутентификации с лай в общем в управлении мы будем в безопасности и сможем сфокусироваться в нашей работе по дверям я расскажу тебе я скажу тебе если что-нибудь случится так окей какой там был пароль петра брейн ну видимо это все что у нас собственно требует cc h will track так он так пишется или там не понял а он замерил так пароль петер о брейн ну брейн в общем а и и и и и а и Вы находитесь на компьютере Wilterg. Приветствую вас, я Лия. Я рада, что вы вернулись ко мне снова. Если вы здесь, это означает, что вы хотите помочь мне. Получив доступ к пятому уровню комплекса, мы сможем... В общем, мы сможем получить файлы разработки по поводу дверей, созданных Питером Эмбрейном. Мы должны модифицировать поведение его дверей. Это не будет представлять какую-то сложную задачу. Перейдите на компьютер Mainframe. Окей. Сначала посмотрим, какие тут файлы есть. Так, и сначала их прочтем. Отправлено 2 сентября 64-го года. Привет, Wil. Меня заблокировали при попытке входа... В общем, меня заблокировала система Airlock. После моего перевода я не использовал всю эту новую технологию. В нижних секторах мы даже не знаем об этом. Я буду рад... Я удивлен, что мы... Нет, я удивлен, можем ли мы взаимодействовать с каждым экраном или... Да, с каждым экраном, а просто дотрагиваясь до них. Типа он видит планшеты и все такое. Элиза Джонс. Так, давайте почитаем следующее письмо. Топс Мэйл. Отправлен 4-го мая 64-го года. Привет, Wil. Первонаперво, позволь мне представиться. Меня зовут Кайл и... Как ты знаешь, я только что устроился на работу, видимо, в этот комплекс. Только что присоединился к комплексу. Как офицер высшего 5-го уровня. Я был в своем офисе, когда я обнаружил, что... Большое количество... ...обслуживающий персонал, нет? А, господи. Там с одной. Большое количество материалов находится там. Когда я спросил Еву, что с этим делать, она сказала мне, что ты сможешь позаботиться об этом. Вот почему я тебе написал. Можешь ли ты дать мне знать, доступна ли твоя... ...ээээ... ...комната... ...ээээ... ...эээ... Процесс выполнен. Новая информация сейчас доступна. Новая информация сейчас доступна. Только два дигита не потеряны. Может быть, вы могли найти какие-то показатели на кейпаде. Попробуйте разговаривать с светом. Несколько уловок на клавиатуре. Попробуй смешать цвета. Ладно, давайте сначала дочитаем еще одно письмо. Или какое у нас нет? У нас еще два письма. Сейчас сначала РЛС опять. Отправлено 18 марта. Привет, Вилл. Я пишу, чтобы проинформировать тебя, что мы приветствуем нового рекрута в секторе 5. Его имя Кайл Топс. Я рассчитываю, что ты сможешь дать ему пароль, так что он сможет быстро идентифицироваться и присоединиться к команде. Спасибо тебе, Вилл, Ева. Так, окей, читаем последнее письмо. Оно, в принципе, ничем не отличается. Только тут двоечка, но я имею в виду от названия. Поэтому мы только двоечку поставим и прочтем. Отправлено 1 сентября 6 года. Привет, Вилл. Новый рекрута Вот новый рекрут или новичок в секторе 5. На этот раз это женщина. Ее имя Элиза Джонс. Можешь ли ты обеспечить ей пароль, как обычно? Спасибо, Вилл. Так, окей. Теперь давайте смотреть, что мы, собственно, можем тут сделать. CCH Mainframe, ну-ка. Ну-ка. Окей. А пароль-то где, собственно? Элиза Джонс. Мы Элизе Джонс что-нибудь отправляли? Вот. Давайте попробуем Help. Так, камера. У нас есть камера. Отлично. Есть свет. Окей. Так. Уровень 5. 58. 23B. Окей. Zoom light to normal or black mode. А ну-ка. А если light. Light, normal, black. А если еще раз light. А, вот так. Окей. Light, давайте normal. Давайте light. Black. Сейчас я проверю, идет ли запись. Да, окей. Все идет. Так. Видимо, опять камеру. А-а-а. Смотрите-ка, значит у нас вверху, тут отпечатки пальцев. Вверху три. И вот смотрите на панель, которая вот у монитора. Вверху три. Потом идет посередке два. И по бокам. Один слева, один справа. Окей. Давайте теперь light. Normal. И опять камера. Получается. Один, два, три. Пять, восемь. Эй. Би. Пять. Использовано восемь. Использовано два. Использовано три. Использовано, не использовано только единичка и эй. Получается, у нас не так много вариантов. Давайте попробуем. Пять, восемь. Двадцать три. Би. Один, эй. Значит, эй один. Пять. Добро пожаловать! Мы успешно успешно вступили в левел 5. Этот левел разделен в 4 сектора. Вы найдете все исследования, которые связаны с Петером. К сожалению, О'Брайан оценивал и вошел в формулу, которую мы нужны. Вся в разных секторах. Вы должны найти какие-то инструменты, чтобы вы сможете оценивать эту формулу. Оценивать архивы из каждого сектора, чтобы собрать необходимые команды, чтобы оценивать эту формулу. Давайте продолжим уже следующей серии. Пока что мы идем нормально, достаточно гладко. Никаких таких серьезных проблем не встречаем. Но приходится подумать головой, пораскинуть мозгами, как и что называется. На этом все. Оставляйте комментарии. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Макс Гюнтер. Всем пока!